Дорогие друзья и подписчики, это видео вы увидите позже, я его записываю раньше, а опубликую его позже. Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Хочу с вами поделиться новостью, что произошло со мной, почему это видео выходит именно сейчас. Я его записываю до того, как покажу окончательный результат. А что именно? Когда я училась в медицинском училище, моя мама очень сильно контролировала меня. Чтобы я не тратила время напрасно и не связалась с какими-то плохими подростками, она решила меня записать на курсы кройки и шития. Конечно, сначала я не понимала, зачем это мне надо, но сейчас 50 лет я понимаю и выражаю ей огромную благодарность. Так что же произошло? Я закончила курсы кройки и шития, мама ходила со мной два года. На третий курс, где мы шили пальто, пиджаки с подкладками, в общем, очень сложные вещи, моя мама уже не потянула. И то на протяжении двух лет я всегда-всегда помогала ей, и это до неё никак не дошло, как бы она ни старалась. И третий курс я закончила сама, получила диплом такой. К сожалению, он у меня в Батуми. Недавно моя мама попросила его найти, она нашла, и мне стало очень приятно на душе. Мне было 18 лет. Через 32 года я взялась за шитьё. Почему я так решила? Потому что я смотрю вокруг, сколько тканей, вокруг смотрю столько платьев, фасонов, и они настолько лёгкие. А сами платья стоят огромные деньги. Сейчас, тем более, после подорожания в Турции, отдавать 1200 за платье в 200. Но это просто жалко, да, жалко, потому что не всё можно одеть, не всё можно, как говорится, проесть. Нужно думать о будущем своём, да, и какие-то есть другие планы. И так как у меня ещё и дети, и внуки, и мама, я хочу что-то и им тоже сделать приятное. А если я буду тратить такие деньги на себя, то это будет просто неумно сейчас. У меня достаточно вещей, и я их не снашиваю за всё лето даже, а делаю по один-два раза. Ну вот я решила себя побаловать и шить себе, что хочу, что душа захочет. И это у меня пришло, естественно, после рисования нейрографики, алгоритмовые явления намерений. Проснулась я, и тут предварительно поговорила с одной знакомой, которая недавно вышла замуж в Турцию. И она рассказывала, что у неё очень много клиентов, она занимается шитьём, ну она в ателье работала, стаж работы. И вдруг, поговорив с ней, я как-то хотела ей помочь, не знаю как, каким образом, так как у неё не было машины, да, швейной. А у меня, вы знаете, машина стоит, это машина его бывшей жены, сколько лет. И хорошо, что я её не выбросила, всё, она мне мешала. И вдруг я подумала, а как помочь вот эту машину переслать ей туда, но она очень тяжёлая, я сейчас покажу вам, какая она, но это просто невозможно сделать, да. И вдруг у меня осенела мышь, Светлана, посмотри, у тебя вот здесь что-то оторвалось, и ты выбрасываешь пижама, строчка, и я выбрасываю. Строчки нету, я выбрасываю, элементарная занавеска порвалась, с дыркой висит, руками неохота, потому что не вижу. Да постельное бельё можно пошить себе, обалденно какое, всё можно пошить, когда ты имеешь машинку в руках. И вдруг я поняла, что я хочу этим заниматься, потому что много лет назад я любила шитьё, я обшивала себя, я зарабатывала. И на заработанные деньги покупала ткани, я за одну ночь я могла себе пошить костюм, платье, юбку, всё, что хотите. И ещё соседей обшивала, такие сложные вещи шила, на концерты выступала девочка, постоянно я ей что-то шила, такие яркие вещи. Я вспоминаю тот период, и это был мой заработок в то время, да, я была молодая, мне мама не очень сильно баловала. То, что зарабатывала, я могла тратить на себя. Так что вот к чему я вернулась 32 года спустя. Конечно, я начала обучение в 16 лет, где-то с 17-18, 18 закончила. И я после 19 я вышла замуж, я также продолжала шить себе что-то такое интересненькое. И ещё машинка была у моей мамы, и я быстро, находя свободное время, обшивала, ещё шила и подружкам своим, делала любое, моделировала любое платье, любой фасон, любые брюки, любое всё. Мне это очень нравилось. Сейчас просто я в последнее время, да, не зависть, потому что у меня зрение нарушилось, и не вижу хорошо. И я разленилась, да, разленилась, друзья мои. И я смотрю сейчас в Турции, допустим, кто портная, тот имеет каждый день деньги, и сколько я блогеров таких знаю, и всё, и говорят. Я не говорю, что деньги зарабатывать, но вот я, например, похудела, у меня вещи очень большие висят, я там раздарила. Но они очень хорошие, очень дорогие, и я их носила один-два раза, и когда одеваю, брюки у меня стали до бёдер, ведь я могу это перешить, ведь они стоят очень большие деньги. И оно так лежит, я всё хочу его куда-то сплавить. А зачем? Когда я могу сама всё переделать. И вот почему я так решила, задумалась, что я хочу пошить для себя разные платья, разные юбки, ведь это так мне нравится, это так интересно. Я могу также своим лучкам пошить платьицы, по дому что-то пошить. У меня появилось новое хобби. И вот, обдумав насчёт машины, что я её никаким образом не смогу переслать, она будет очень дорого стоить, наверное, килограмм пятьдесят она, если не больше. Я решила, подумала и решила её открыть. И я подумала, Вселенная, если ей угодно, и Богу, чтобы я начала это дело, чтобы она была в порядке, потому что я не знала, что там внутри, и вообще, годна ли она, работает она ли. Конечно, открыв её, там было очень много паутин, но я не открывала её, потому что это было не моё, и я хотела от неё избавиться. Итак, вот, покажу вам сейчас эту машинку. Вселенная любит меня, поэтому в этой машине было всё в порядке, кроме ремня. Мой муж в это время спал, и я как восемь часов даже не пошла на море, был воскресный день. Я вам говорила, что у меня восемь часов появилось какое-то дело неожиданное, и я пока это не хотела выставлять на показ, пока я сама не пошлю это платье или что-нибудь. И потом, когда покажу вам, тогда вот решила выставить это видео, поделиться с вами. Ну и, друзья мои, я посмотрела машину, она была в порядке, только ремня не было. Ну, кое-что тут нужно было сделать. Я, кстати, как села, иголку в нитку минут 20, пыталась ввести, глаза слепаются, ничего не видят, но, 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 это всё мелочи, поверьте мне. Я как будто вздохнула, и новые идеи пришли в мою голову. Конечно, у меня есть бизнес, с помощью которого я зарабатываю, а шить я хочу пока начать для себя. Надо же всё вспомнить, все мои конспекты находятся дома в Батоме. Ну, будет время, естественно, я их привезу, но сейчас нужно начинать всё с нуля. И я в течение 10 дней села в интернет, и что можно было. Вспомнила, записала всё, что нужно для шитья, записала основы. Сегодня, наконец-то, сняла с себя мерки, и сейчас я берусь за кройку. Ну, а вчера мы ходили с мужем, он купил мне всё необходимое, потратил около 1000 лир, купил мне два отреза на платье. Два отреза, хотя я им говорила один, но так они умеют уговаривать в этом отеле, в магазине, в ткани. А его просто уговорили. Но всё равно за ткань я заплатила за одну 120 лир, за другую 150. Платье стоит 1500-1200, хорошее. Так что, друзья мои, чудеса начинаются. И у меня начинается следующий этап в моей жизни, очень интересный, мои дорогие. Вот, наконец-то, я здесь сделала свои первые строчки. Это у меня всё время открывалась маечка, она от Виктории Секрет, очень хорошая такая, да? От Виктории Секрет. И вообще не снашивается, не снашивается, но постоянно эти пуговички открывались. Вот, что значит, я начала шить. Здесь я купила флизелин, здесь мы искали вчера по городу с мужем копирку, здесь бумагу для выкроек. Естественно, я сейчас буду шить по бурде, пока разобралась в турецкой бурде. Вот и моя машина, да. Ниточки, вот у меня платье, жёлтенькое такое. Я вам покажу его потом. Вот моя машинка, я её настроила, потом сосед пришёл, установил ремень. Мы уже здесь кое-что, много чего купили, вот эти всё по мелочам. Нитки стоят 50 лет, 10 штук, друзья, очень всё дорого. Ну вот это снипер, раньше у нас такого не было, когда я училась. Это иголки, которые без ушка, то есть для слепых, таких как я. Я взяла два распаривателя, два маленькие и большие. Вот это карандаш и вот мелок. Естественно, взяли маслица для машинки. Пульки взяли, 10 штук. Каждая пулька по 9 лет, кажется. Здесь я уже пошила себе такую игольницу. На руку её одеваешь, вот так, сейчас покажу. Это первая моя работа, игольница. Сейчас, то есть когда делаешь мерки, можешь сюда воткнуть. Вот такое я пошила сама. Здесь купили нитки уже, тут разные резинки. Мой муж обрадовался этому известию. Обалденно, как обрадовался. Ножницы 150 лир и много чего интересного. Так я вчера накупила, да. И как обрадовался мой муж. Просто он поцеловал мне руки и пошёл и всё купил. Столом для кройки. У меня как раз большой стол в зале. Вот сейчас я приготовила. Сейчас я буду шить. Я хочу пошить, друзья мои. Вот такое платьице летнее. Ткань я декотировала. Всё подготовила. Ну, как говорится, с Богом. И вы увидите результат. Как идут у меня дела с платьем. Раскрой идёт. Юбку уже раскроила. Солнце клёш. У меня фасончик такой будет оригинальный. Да, Светлана делает невозможное для себя. 32 года не шила. Ничего, у меня всё получится. Я уверена. И вот после больших усилий у меня почти всё готово. Я примерила. На фигуре легло замечательно. И дело сейчас за машинкой. Но, увы, она меня подвела. Три дня я изучила механизм швейной машины. Я открыла всё здесь. Я открыла всё здесь. Всё здесь. Перевернула. Посмотрела, что внутри. И посмотрите, какая картина. Она не хочет шить. Вот. Видите? Вот. Я поменяла иглу. Я поменяла всё. Я не знаю, что мне делать. Вот такая дурацкая строчка. Вместо того ещё она не делает зигзаг, оверлок, который мне нужен. Ну, она так меня ещё и мучает. Будем дальше искать выход. Сегодня как раз байрам. Не до этого. Все будут выходные. Буду сама возиться, потому что мне осталась строчка. Я столько ниток израсходовала. Я уже всё сделала. Всё, что можно. Уже платье бы давно было бы готово, но машинка меня не хочет слушать. Моя любимая машинка. Уже и шпульки по меня уже есть. Она старая. Будем продолжать искать причину. Моя машина вышла из-под строя полностью. У неё не работает челночная система. Вообще не двигается. Когда её пришёл, сегодня мастер посмотрел, раскрыл. Тут подлежит очень серьёзному ремонту. Поэтому моё платье пока всё стоит на месте. Но ничего, будем надеяться на всё хорошее. Друзья мои, ура, ура. Я так рада. Мою машинку подчинили. Купил мой муж специальные шпульки, а нам всё подсунули. Не то, что надо. Заплатил он за ремонт 150 лир, по-моему. Но без этих разных дополнительных. Тут ещё нитку свою. В общем, друзья мои, надеюсь, что скоро моя работа подойдёт к концу. Ура, ура. Работа началась, друзья мои. Я такая счастливая. Сижу, обрабатываю сейчас оверлоком. Но у меня не оверлок, а зигзаг вот такой, какой есть. Но ничего, я смотрю. Чем вообще ничего? Это ничего. И строчка нормальная, слава богу, аж не верится. Сижу, шью, друзья мои. Быстрее, быстрее, надо пошить и в деревню поедем. Платье шьётся. Сегодня пришимаю молнию. Здесь у меня очень серьёзное дело. Посмотрите, друзья мои, у меня флизелин везде по горловине, чтобы было всё качественно. Вот единственное, минус, что у меня нет оверлока. У меня же такая, здесь идёт на кокетке юбка, всё уже сшила. И вот видите, обработка не такая хорошая, красивая. Но будем загадывать желание, чтобы у меня быстро появился оверлок. Правильно же говорю? И вот приготовила место для молнии. Буду сейчас сшивать. Так что скоро сюрприз будет готов. Вы так ждёте, ждите. А сейчас я перешиваю воланчик к моему рукаву. Вот такие будут маленькие рюшечки, рюшечки, не воланчики, рюшечки. Вот такой фасон. Остановилось у меня дело с молнией, друзья мои, хотя я её уже сшила, но у меня оказалось, что нету лапки. Мы купили, а нам дали её не полностью. Значит, завтра мой муж пойдёт и купит. Но ничего, молния установила, зато делаю рукавчики. А вот и моё платье, друзья мои. Осталось совсем чуть-чуть, только низ подшить. И и всё. Низ подшить. Подрезала я низ, не знаю, ровно или нет. Кажется, где-то неровно, где-то ровно. Будем смотреть ещё. А здесь мне так нравится. Здесь мне очень нравится. Я придумала здесь шнурочек, потому что очень сильно открывалась. вот. В общем, вот такая я молодец, друзья. Моё первое платье. Ставьте лайки, пишите комментарии и говорите, удивила ли я вас или нет. Когда смотришь на платье, не понимаешь, что здесь такое, такая расцветка. Но я хочу показать, погордиться, как я всё это делала. Посмотрите, какая у меня молния потайная, она вообще не видно. Такие рюшечки я сделала. посмотрите, какая работа снизу. Я считаю, что я сделала прям всё супер. Молния была длинная, и я вот отрезала и сделала такое, да. Ну, конечно, работа на данном периоде, после такого перерыва, я считаю, что я справилась. Молодец! Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления. Молодец, младец, там